Всем привет! В этой новой серии выпусков я расскажу о системном трейдинге. Пройдя этот курс, вы научитесь писать собственные индикаторы и стратегии. А этот навык позволит вам лучше анализировать рынки и создавать собственные торговые системы. Итак, приступим. Разработчики сайта TradingQ создали свой собственный язык программирования PineScript. Написанный код компилируется на серверах TradingQ, поэтому на пока не нужно ничего качать, всё что вам нужно это их сайт. Язык очень простой и по синтаксису похож на Python. PineScript ориентирован на конкретную задачу, разработка индикаторов и стратегии. Чтобы что-то из этого написать, нажимаем редактор Pine и далее, например, выбираем пустой скрипт индикатора. В этом поле вы пишите код вашего индикатора. Для наглядности посмотрим что-нибудь готовое и в то же время простое. Рассмотрим вот такой индикатор, состоящий из двух скользящих средних, который при их пересечении рисует крестики. Первая строчка обозначает версию языка. В данном случае это последняя четвёртая версия. Двойная наклонная черта превращает любую строчку в комментарий. Вообще комментарии нужны для разработчиков, чтобы вам было проще ориентироваться в коде. Компилятор комментарии игнорирует и поэтому они никак не повлияют на исполнение вашего кода. Однако вот этот первый комментарий является особенным, потому что он содержит директиву компилятора, который сообщает компилятору, что скрипт будет использовать версию 4. С каждой новой версии языка его разработчики улучшают синтаксис, добавляют новые полезные функции и так далее. На этот счёт можете не заморачиваться, просто используйте последнюю версию. Причём когда выйдет пятая версия, ваш индикатор по-прежнему будет работать. В следующей строчке написана функция Study, которая является своего рода аннотацией. Эта функция задаёт число параметров индикатора. Если на неё навести курсор, можно увидеть, что таких параметров достаточно много. Если вы не знаете или забыли какой-то параметр и хотите о нём узнать, то вы делаете следующее. Нажимаете справка, справочник по языку программирования Pine версия 4, например, всплывающее окно. В справочнике разворачиваете встроенные функции, так как Study это функция, и ищите её. Теперь вы можете узнать обо всех параметрах данной функции. Title – это название индикатора. Short Title – название индикатора на графике. Overlay – задаёт расположение индикатора. Либо он будет лежать поверх графика, как скользящий средний в нашем случае, либо под графиком, как, например, осцилляторы. И так далее. Советую сразу прочитать обо всех параметрах и поиграться с аргументами, которые вы передаёте в функцию. Изменяя значение аргументом, вы быстро поймёте, как работает та или иная функция. В следующих строчках объявляются две переменные – Short и Long. Тут имеется в виду быстрое и медленное скользящие средние. Эти перемены содержат результаты в вычислении SMA. SMA, как и Study – это встроенная функция. Также находим её в справочнике и смотрим на параметры. Принимает эта функция серию, об этом я расскажу позже, а также длину или период скользящей средней. Возвращает функция значение скользящей средней для конкретных ценовых уровней, то есть для каждой свечи. Кстати, функция Study отличает от SMA тем, что она ничего не возвращает. То есть нельзя объявить переменную и присвоить ей результат функции Study, потому что она ничего не возвращает. Помимо определения функций, в справочнике вы также можете найти пример их использования. В данном случае есть простой вариант и сложный. Это пример того, как можно написать эту функцию самому. В синтаксе с таких функций в данном выпуске вникать не будем. Тут хочу лишь сказать, что если функция, которая вам нужна, есть в библиотеке Pinescript, то её и используйте, не нужно придумать велосипед. А функций тут достаточно много. Для вычисления того же RSI нужна лишь одна строчка. Далее в скрипте следуют функции Plot. Как видите, тут в функцию записывается одна переменная и её цвет, какой захотите. Функция Plot изображает серию данных на графике. Аргументы, которые принимает функция, это серия данных, её название, цвет, толщина, стиль, прозрачность и так далее. Вот, например, есть аргумент Join. Если true или истина, то, если серия данных состоит из крестиков, они соединяются. Вместе с этим давайте изменим толщину медленной линии. Как видите, крестики соединились линией того же цвета, а медленная линия стала толстой. Кстати, касаемо аргументов, стоит сказать, что у него все функции, их нужно передавать в полном объёме. Как видите, функцию стадии Plot передаётся очень мало аргументов. Остальные параметры функции приняли дефолтные значения. Например, толщина линии по дефолту равна единице. Также не нужно прописывать названия параметров. Но, чтобы не словить ошибку при комбиляции, аргументы должны быть расположены в правильном порядке, что не всегда удобно. В последней функции Plot лежит функция Cross, которая возвращает Drew, если скользящие и средние пересеклись. Далее стоит тернарный оператор, который проверяет на истинность условия слева, и если она Drew, выполняется условие после знака вопрос, в противном случае условия после двоеточия. В данном случае, если скользящие и средние пересеклись, то на быстрой линии нарисуется крестик, либо не нарисуется вообще. Крестик получается путём передачи функцию Plot в качестве аргумента встроенной переменной Plot Style Cross. После того, как индикатор написан, сохраняйте его и при необходимости добавляйте на график. Вот таким образом пишутся индикаторы. Стратегия отличается от индикаторов тем, что в коде прописываются условия открытия и закрытия сделок. Эти условия тестируются на истории на каждой свече. Вообще, модель исполнения Script of Pine такова, что скрипт на каждой исторической свече выполняется один раз, используя доступные значения. Это открытие, закрытие, максимум, минимум, объём и время. Таким образом, скрипт будет выполняться, пока не дойдёт до свечи, формирующейся в реальном времени. Это самая правая свеча, если она ещё не закрыта. На свече реальном времени индикаторы будут пересчитываться при каждом изменении цены. А стратегии по дефолту нет, но такую возможность можно включить. О стратегиях мы поговорим в другом выпуске. Думаю, понятно, что на свече реальном времени текущая цена считается ценой закрытия. Временной, так скажем. А максимум и минимум могут изменяться. При каждом изменении цены скрипт пересчитывается от цены открытия, а все перемены откатываются до состояния на момент открытия свечи. В этом выпуске я несколько раз употребил слово серия. Серия – это то, что вы видите на графике. Закрытие каждой свечи – это серия данных. Также сериями являются открытия, максимумы, минимумы, объёмы время. Это встроенные ряды переменных. Помимо этого вы можете сами создавать серии, например, взяв простое скользящее среднее от цены закрытия. Если сравнивать с другими языками программирования, серия похожа на список в Python, или на динамический массив в C++ или C Sharp. В этот массив добавляются новые значения с появлением новой свечи. В качестве самостоятельной работы предлагаю вам поиграться с уже написанными индикаторами. Посмотрите функции переменной, которые в них используются, поменяйте аргументы, которые вы передаёте в функции, и посмотрите, что получится. Обязательно заглядывайте в справочник. Так вы быстрее всего освоите данный язык программирования. А на этом всё. Если что-то было непонятно в данном выпуске, задавайте вопросы в комментариях, и увидимся в следующем выпуске. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok